Валериан Владимирович Куйбышев, 1888, Омск, Акмолинская область, Российская империя, 25 января 1935 года, Москва, РСФСР, СССР, революционер, а затем советский партийный и политический деятель, награжден Орденом Красного Знамени, член ЦИК СССР от одних до шести созывов, кандидат в члены ЦК ВКП, член ЦК ВКП, член Политбюро ЦК ВКП, член Аркбюра ЦК ВКП, Секретарь ЦК ВКП, член ЦК КВКП, происхождение, отец Владимир Яковлевич Куйбышев, дворянин, потомственный военный, подполковник, участник русско-японской войны 1904-1905 годов, возглавлял военное присутствие в Тюмени, похоронен там же на бывшем Текутиевском кладбище. Мать Юлия Николаевна Куйбышева, учительница, дочь чиновника из семьи Полотинска, где служил Владимир Яковлевич, они поженились в 1883 году. Биография. Капитана Куйбышева переехала в Копчетов. Юность. Кадетский корпус. В августе 1898 года 10-летний Валериан вернулся в родной город Омск. Он был зачислен в сибирский кадетский корпус. Как сын военного он поступил на полное государственное обеспечение. В 1903 году, еще будучи воспитанником 6-го класса кадетского корпуса, стал членом нелегального социал-демократического кружка. Первые такие кружки возникли в Омске в 1896-1897 годах. У их истоков стояли политические ссыльные. Дядя по материнской линии Александр Гладышев, всего на 4 года старше Куйбышева, заразил его интересом к революционным идеям. Кокчетове отбывал ссылку член петербургской благоевской группы В.Г. Харитонов. В июле 1900 года Валериан Куйбышев впервые доставил из Омска в Кокчетов революционные прокламации. Затем в городе была создана подпольная типография. В июле 1904 года первый кружок по пропаганде марксизма среди молодежи. В 1904 году в 16-летнем возрасте вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Его отец в это время участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов, где был ранен и контужен агитатор и подпольщик. Аресты в 1905 году в возрасте 17 лет Валериан Куйбышев окончил Сибирский кадетский корпус в Омске, после чего отправился в Санкт-Петербург, где поступил в военно-медицинскую академию. С осени 1905 года жил в Санкт-Петербурге и в свободное от занятий время выполнял технические обязанности в городской организации РСДРП. Перевозил нелегальную литературу, доставлял из Финляндии взрывчатые вещества и оружие. В начале 1906 года попал под надзор полиции Российской империи за участие в студенческом протесте против кровавой расправы 9 января 1905 года над «Мирной рабочей демонстрацией». Несколько раз подвергался допросам и, в результате, был исключен из академии. В марте 1906 года Куйбышев уехал к родителям в сибирский город Кузнецк, куда к тому времени по долгу службы был переведен его отец. За время пребывания в Кузнецке Валериан успел организовать нелегальный социал-демократический кружок. При его участии в доме купца Фонарява была установлена подпольная типография, выпустившая несколько агитационных листовок. Осенью 1906 года скрывался от полиции в Омске. Но в ноябре за активную революционную деятельность и хранение нелегальной литературы был арестован и заключен в тюрьму. С ноября 1906 года по февраль 1907 года пробыл под следствием. В марте 1907 года военно-окружной суд оправдал Куйбышева. Но умский генерал-губернатор выслал его под гласный полицейский надзор в город Каинск Томской губернии, где тогда служил его отец. До Каинска Валериан не доехал, задержавшись в апреле 1907 года в Томске, где стал членом агит-группы. Группа вела агитационную работу среди солдат гарнизона и рабочих. Организовал на станции Тайга забастовку рабочих. Летом 1907 года в Каинске и Барабинске организовывал революционные кружки, вел пропаганду, налаживал получение нелегальной литературы и печатанье прокламаций. Потом, под угрозой нового ареста, перебрался в Петропавловск, где выпустил четыре номера партийной легальной газеты. В феврале 1908 года был задержан и помещен в тюрьму. В июле того же года сбежал из тюрьмы в Санкт-Петербург, где уже 11 июля был арестован. Спустя месяц, проведенный в Крестах, был этапирован в Каинск, где жил, как административно ссыльный, в статье Г. Петрова. Не на всякой карте городок. В газете «Правда» городской учитель, художник и краевед Григорий Александрович Доброхотов вспоминает о В. Куйбышеве. 30 апреля 1909 года Куйбышев был арестован, как адресат, на чьем из Киева пришла посылка с нелегальной литературой. Заключен в Каинскую тюрьму, но в середине мая переведен в Томскую, однако из-за недостатка улик был оправдан и освобожден. Осенью 1909 года Куйбышев поступил в Томский университет на юридический факультет. Проучился до начала 1910 года, и в итоге был отчислен за революционную деятельность в качестве руководителя военной организации Томского комитета РСДРП. В феврале 1910 года вновь был арестован уже в четвертый раз. Пять месяцев находился под следствием, пребывая в Томской тюрьме, затем выслан на два года в Нарым. Там вместе с Яковом Свердловым создал большевистскую организацию. В мае 1912 года бежал в Омск, где через месяц был задержан и после почти годичного заключения в Томской тюрьме выслан в Тамбов под гласный полицейский надзор. Бежал из города с июля 1913 года по июль 1914 года вел революционную работу в Санкт-Петербурге, Вологде, Харькове. В июле 1914 года был выслан в село Тутыроверхолинского уезда Иркутской губернии. Весной 1916 года бежал, в том же году был арестован и приговорен к ссылке сроком на пять лет в Туруханский край. До места ссылки не доехал. В селе Казачинском был освобожден после февральской революции 1917 года, революционный 1917 год. В 1917 году Валериан Куйбышев приехал в Самару, где возглавил самарскую организацию РСДРП и был избран председателем Совета. В октябре 1917 года участвовал в установлении советской власти в Самаре, был председателем Самарского революционного комитета и губернского комитета партий большевиков. Во время гражданской войны 1918-1920 годов был комиссаром и членом Революционного военного совета 1-й и 4-й армии. Руководил Самарской партийной организацией «Гражданская война». С 1919 года Валериан Куйбышев стал членом Революционного совета Южной группы Восточного фронта РКК, воевавший против войск правительства адмирала Колчака. Руководил обороной Астрахани, затем руководил войсками в Средней Азии. Член РВС-эксай армии Туркестанского фронта, зам. председателя комиссии в ЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана, карьера после гражданской войны на руководящей профсоюзной и хозяйственной работе. В декабре 1920 избран членом Президиума ВЦСПС, руководил экономическим отделом. С апреля 1921 года член Президиума ВСНХ и с ноября начальник главы электро руководил практическим осуществлением плана ГАЭЛРА. В 1923-26 нарком РКИ заместитель председателя СНК и СТО, с 1926 председатель ВСНХ. С ноября 1930 года председатель Госплана СССР, одновременно заместитель председателя СНК и СТО, непосредственно участвовал в составлении народно-хозяйственных планов 1-й и 2-й пятилеток. С февраля 1934 года председатель комиссии советского контроля. С мая 1934 года первый заместитель председателя СНК и СТО, один из инициаторов первого издания ПСЭ, член главной редакции, делегатим 8,12 съезда в партии, на 10 съезде РКП избран кандидатом в члены ЦК партии, на 11 съезде член ЦК РКП. В апреле 1922 секретарем ЦК РКП, на 12 съезде избран членом ЦК КБ, председателем ЦК КРК и на 1-5 съездах партии избирался членом ЦК ВКП, с 1927 член политбюро ЦК ВКП, был одним из ближайших сподвижников и советников по вопросам экономики Иосифа Сталина. В феврале-апреле 1934 год, председатель правительственной комиссии по оказанию помощи член скинцам, в ноябре 1934 год, добился от политбюро ЦК ВКП создания политкомиссии ЦК для борьбы с байско-кулацким сопротивлением в Узбекистане и сам вошел в ее состав. Политкомиссия имела право утверждать приговоры к расстрелу. Смерть Валериан Владимирович Куйбышев скоропостижно скончался 25 января 1935 года в возрасте 46 лет в своем рабочем кабинете. Официальная версия смерти – закупорка тромбом правой коронарной артерии сердца. Похоронен в некрополе у Кремлевской стены. «Личная жизнь» был музыкально одаренным человеком. Любил Пушкина, Лермонтова и Некрасова, часто декламировал их произведения. Сам с детства писал стихи. Женат был несколько раз. Первой его супругой стала П. А. Стяжкина, член РСДРП с 1908, которая одновременно с В. Куйбышевым находилась в ссылке в селе Тутыроверхолинского уезда Иркутской губернии. Помогала мужу в редактировании статей и подготовке стихотворений для рукописного журнала «Елань». Ей посвящены стихотворные строки Куйбышева в «Грезах». Весной 1916 год, через три недели после побега В. Куйбышева бежала к нему в Самару, где снова попала под арест 3 марта 1917 года. Родила в тюрьме сына Владимира, едва не погибнув после родовой горячки, при Чехах и Камуче, в Самарском подполье, с 1921 года, в Москве. Сын Владимир окончил в ЗУ, стал слесарем, затем окончил морской техникум, проходил практику на пароходе «Бук». Куйбышев заботился о сыне, несмотря на то, что расстался с его матерью спустя месяц после рождения, высылал деньги на различные нужды сына. Владимир в конце 1920-х, начале 1930-х часто приезжал к отцу в Москву, вместе проводили выходные на даче, ездили в отпуск в Крым. В воспоминания Владимир Валерианович писал «Отец хотел приучить меня к труду и приобщить к рабочей среде». В ЗУ я учился, работал и стал квалифицированным слесарем. Второй женой Валериана Куйбышева стала Евгения Соломоновна Коган, член РСДРП с 1910 семью, кавалер ордена Ленина. С Куйбышевым она вступила в близкие отношения в 1917 году, в Самаре, где Коган работала секретарем Самарского губкома РСДРП, председателем которого был В.В. Куйбышев. Отношения продолжались до отъезда Куйбышева из Самары в 1919 году, но зарегистрированы не были. В 1919 году ЕС Коган родила дочь Галину. Галина часто гостила у отца, который старался все свободное время проводить с семьей и детьми. Они часто переписывались. В ее письмах отцу есть упоминания о никоем написанном ею произведении о революционной деятельности Куйбышева. Ее стихи об индустриализации. Переписка по поводу политических событий в стране. Третьей женой стала Галина Александровна Трояновская, дочь Александра Антоновича Трояновского и Елена Федоровна Размирович. Ольга Андреевна Лежава стала последней женой Куйбышева. Брак продлился с 1928 года по 1935 год до самой смерти мужа. Была заместителем директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института Лубиных волокон Министерства легкой промышленности. СССР является одним из авторов биографии Валериана Владимировича Куйбышева, вышедшей в 1966 году. Через два года после смерти Куйбышева были расстреляны его бывшая вторая жена Евгения Коган и брат Николай Куйбышев ЕС. Коган до ареста заместитель председателя Массовета Н.В. Куйбышев, комкор, герой гражданской войны, награжденный четырьмя орденами Красного Знамени. Младший брат В.В. Куйбышева, в момент ареста был командующим за Кавказским военным округом. По свидетельству генерала-лейтенанта Александра Тодорского Н.Куйбышева застрелил лично Берия на допросе в Бутырской тюрьме 1 августа 1938 года. Память имя Валериана Владимировича Куйбышева носит. Город Куйбышев в Новосибирской области. Город Новокуйбышевск в Самарской области. В Самарской области существует поселок Куйбышевский. В Татарстане его именем назван поселок городского типа Куйбышевский. Зато он в Хакасии в Бийском районе есть село Куйбышава. В 1935-1991 годах город Самара и Самарская область носили имя город Куйбышев и Куйбышевская область. В 1935-1957 годах город Белогорск назывался Куйбышевка. В 1935-1991 годах город Болгар назывался Куйбышев. В 1969-2000 годах село Новоишимское называлось поселок Куйбышевский. В 1940-1992 годах село Ахарцин в Армении и называлось Куйбышев. До 1990-х село Тезикент Шабранского района Азербайджана называлось Куйбышевкент. Ряд населенных пунктов носит название Куйбышава. В ряде объектов существует Куйбышевский район. В честь Куйбышева названы улицы и площади в ряде городов. В городе Душанбе, столице республики Таджикистан, напротив железнодорожного вокзала стоит памятник Куйбышеву и эта площадь названа его именем. В советское время имя Куйбышева носили различные предприятия, в том числе иркутский завод тяжелого машиностроения, суда, теплоход, колхозы, дворцы культуры, пионерские лагеря и высшие учебные заведения. В частности, Дальневосточный государственный технический университет, Московский государственный строительный университет, Томский государственный университет, Военно-инженерная академия, Сибирская автомобильно-дорожная академия, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, Куйбышевский государственный педагогический институт, Куйбышевский политехнический институт, Архангельский лесотехнический университет, Белорусский государственный институт народного хозяйства, Самаркандский конститут. Кооперативный институт Центра Союза имени В. Куйбышева, Ленинградская техническая школа номер один ВПО НКВД СССР, Московское производственное объединение электрозавод имени В. Куйбышева и другие. Его имя до сих пор носит Казанский государственный финансово-экономический институт. Предполагалось назвать станцию метро Электрозаводское завод имени Куйбышева, Куйбышевское водохранилище, получившее свое название в 1953 году Куйбышевская железная дорога не переименована и планов по ее переименованию нет. В Омске, где родился Валериан Владимирович, его именем назван район, который сейчас входит в Центральный административный округ и одна из улиц города, на пересечении которой улица Масленникова установлен бюст Куйбышева. До получения независимости в Узбекистане имя Куйбышева носили также Самаркандский институт сельского хозяйства и район Г. Ташкента, который был переименован в Мерзоул-Угбекский. Во Владивостоке, Дальневосточный политехнический институт имени В. В. Куйбышева, в советское время одна из площадей города Чимкента в Казахстане носила имя В. Куйбышева, где был установлен его бюст и один из городских фонтанов, функционирующих и поныне. Площадь в настоящее время носит название Ордобасы. В Самаре существует площадь имени Куйбышева. Перед входом в здание Самарского академического театра оперы и балета установлена памятная 11-метровая статуя Валерьяну Куйбышеву. В городе Краснодаре на улице Тихорецкой установлен памятник В. Куйбышеву перед заводом МЖК Краснодарский, имя которого он носил в советский период. В Г. Руси Калужской области в советское время дом отдыха носил имя Куйбышева в Филателии.